Итак, я делюсь опытом, как мыть говорящих коров и все говорящие плюшевые игрушки. Может быть кто-то знает и другой способ, а я банную процедуру для своей коровки провожу вот такую. Сейчас покажу и расскажу, а заодно познакомлю вас с моей коровкой. Вообще, на фейсбуке у нее есть альбом, куда она иногда сама пишет и даже размещает фотографии. Приглашаю, заходите. Итак, для того, чтобы мыть говорящую корову, я использую мой любимый порошок «Шастый нянь». И он хорошо отбеливает, а даже есть специальные порошки из этой серии с пятновыводителем. Ну и я думаю, что вот этот «Шастый нянь» и плюшевые игрушки друг к другу вообще как бы специально предназначены. Для мытья я использую щетиную кисточку. Ну ведь недаром же корова живет в мастерской художника. А вообще, именно щетинная кисточка самая удобная. Наша задача, чтобы вода не проникла внутрь коровы. Потому что у нее в животе находится говорящий аппарат. Я уж не знаю, как она там устроена, но она любит говорить. Когда ее погладишь по животу, нажмешь на животик, она говорит «Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!» И когда мне бывает грустно, она мне на ухо всегда это говорит. И когда я был в больнице, и мне было плохо, она была со мной, и мне это говорило. И утешало меня. Поэтому я корову свою тоже люблю. И хочу, чтобы она была чистенькая. А поскольку она ходит везде со мной на пленэр, она постоянно чумазая. Приходится ее регулярно мыть. Я боюсь, что она, когда я ее буду, если сильно мочить, то она разучится говорить. Поэтому я использую вот такой способ, который сейчас вам показал. Субтитры сделал DimaTorzok